Доброе утречко! У нас, как всегда, раннее утром. Я люблю просыпаться утром, люблю куда-то выбираться утром. Вот такой я утренний человек, жаворонок, наверное. И сегодня обещали похолодание, поэтому оделось тепло, такая многослойность у меня теперь в одежде. И опять еду в центр Риги, ну такой не туристический, а просто центр. И хочу там кое-куда заскочить, заодно показать вам, как выглядит Рига у нас в январе месяце. Ну и просто, возможно, будут какие-то покупки. Ничего не знаю, что и как будет. Вот вроде бы какой-то план есть, но чем он закончится, неизвестно, как всегда. Кому интересно, едем вместе. Поставила Азалью опять на стол, чтобы она получила немножко солнышко и света. Сегодня будет солнышко, голубое небо, заморозки, морозы, солнце. В общем, все как полагается зимой. Так что, думаю, что поездка будет замечательная. Ну, по крайней мере, всегда нужно так думать и настраиваться на это. Тогда все будет хорошо. Начали выбрасывать новогодние елки. Грустно. 9 часов 15 минут утра, минус 7 градусов, которые у нас воспринимаются всегда более холодно, потому что влажный воздух. Ой, прямо в горле этот воздух запершил. И я иду на остановку. О, смотри. Ну, вот я и в центре. Сегодня все те же самые виды, но намного будет ярче и интереснее, потому что светит солнце. Вот это вокзал, который уже куда-то пропал за этими рекламными щитами. Уже не понять, что это за здание, но часы вокзальные вот там оказывают без 15. 10. У меня еще есть немножко времени. До открытия магазина. Надеюсь, он открывается в 10, а не в 11, как некоторые. Длинный подземный переход. И здесь всегда играют музыканты. Как они здесь не замерзают? Здесь просто труба, сквозняк. Еще здесь всегда тусуются голуби. Они здесь, наверное, прячутся ночью. Эти часы – это любимое место встречи. Под часами на вокзале. А я иду практически тем же маршотом, что и вчера. Только сегодня мне действительно нужно на 23-й троллейбус. И проехать до улицы Авату, по-моему. Сегодня минус 7. Завтра или послезавтра плюс 7. Эти скачки погоды, конечно, для многих людей, которые вот так метеозависимы, очень болезненные. Смотрите, как здание красиво подсвечивается солнцем. Вот так улица вся просматривается. И там в конце гостиница. Бывшая Латвия. Теперь какой-то ради Сунглу или что-то типа того. Ребята, я вас попыталась запутать. Не 23-й, а 22-й троллейбус. Я прямо, мне Лавра Сусанина не дает покоя. Ну, теперь вы знаете, что нужно, если вы хотите попасть в тот магазинчик, доехать в одну остановку от центрального вокзала. И остановка будет называться улица Авату. Кстати, Авата это переводится как источник, родник. Вот на такой мы красивой улице. И у нас еще 5 минут есть до открытия магазина. Потихонечку движемся в направлении. Здесь по дороге еще есть один магазинчик с фарфором, с сувенирами. Очень интересно. Я бы с удовольствием туда зашла. Но он с 11 часов. Зачем же я так рано приехала? Ну, надеюсь, что хотя бы тот магазин будет здесь идти. А то мне еще час тогда где-то здесь гулять придется. И вот он магазин, куда я хотела зайти. 50% скидки. Так, плотно заставлены витрины разными интересными предметами. Но что-то свет не горит в окошках. И это меня настораживает. Давайте посмотрим, что там. Со скольки он? С 11, ребята! Ну, что ж, я так промахнулась. Ну, придется где-то гулять. Потому что попасть сюда хочу. Специально же ехала. И где, вот спрашивается, этот час мне гулять по улицам? Надо дойти, может быть, до какого-то магазина? Я сейчас на улице Гертруда. Смотрите, в конце видно Гертрудинская церковь. Или не видна. Интересное здание. На втором этаже изображение лиц. А этажом выше изображение львов. Множество интересных зданий. Они так подсвечиваются солнцем. Красивый сейчас. Сегодня день просто прекрасный. Ну, очень холодный. Руки мерзнут. Магнолика. Магнолика, по-моему, это наш какой-то латвийский трикотаж. Ну, или, по крайней мере, платье. Читала о них в интернете. И тоже с 11 часов. А то можно было бы зайти попримерять. Маленькое кафе, у которого очень красивый лозунг. Место, где еда говорит с твоим сердцем. Тоже какой-то интересный секонд. Винтажная одежда, винтажные украшения. Но он тоже с 11 часов. В общем, все, кто захочет поехать в город и попасть куда-то в интересные места, не приезжайте раньше этого времени. Среди серых закопченных зданий попалось вот такое во дворе. Красивое, отреставрированное. Голубого цвета. Смотрю на здания. Они все так прекрасны. Когда-то они были светло-желтые. Там видно, что кирпич светло-желтый. Но теперь они уже такие темные. Уже впитали всю копоть этих, так сказать, десятилетий автомобильного транспорта. Ну и прочих погодных условий, конечно. А так, может, изначально дома проще строить не светлыми, а какими-то темными. Раз уж этим все заканчивается. Вот это тоже светленькое, потому что недавно его приводили в порядок. Я тут куругами хожу. Туда-сюда. Захожу во всякие маленькие магазинчики. Тяну время. Уже проголодалась. Но зато есть возможность показывать вам город, освещенный первыми лучами солнца. Дома. И вообще просто передать настроение утренней Риге. Я сама для себя открываю много нового. Вот сколько раз ходила по этой улице, не видела этого интересного такого входа. изображение орлов над ним. Смотрите, какое это здание прекрасное. но просто идеальное, ажурное. И соседнее тоже очень красивое. Такое в стиле национального романтизма с этими знаками различными. Смотрите, какая красота. Я сейчас на улице Тербатас, и здесь есть, по-моему, винтажная хумана. Ну, надеюсь, она-то хоть с 10 открыта. Здесь всякие винтажные сумочки и одежда. Ой, ну кто сейчас будет такое с таким ходить? посмотреть интересно. Такие вот интересные разные вещи. Думаю, может, я бы такое и носила. Кстати, очень хорошая, тепленькая. Такой кошелек с сумочкой маленькой. Смотрите, какие куколки здесь. Такое вот. винтажное, теплое платье. Хочу посмотреть на жилетки. Вот они точно винтажные. Смотрятся ужасно несовременно. Они из хороших ниток и шерсти. Они теплые. Еще такая вот. Это уже немножко более интересно. Может, смотреться на черной одежде. Вот это довольно интересная. Она такая необычная, стильная. Эту я возьму. Цена полтора евро сегодня. Изначально она стоила десять. Но почему-то их никто не купил. Вы знаете, интересный магазинчик. Я кое-что там купила. Там есть шелковые платки и шарфы. Там вот такая маленькая сумочка. Наволочка на подушку. Хотя я думаю, что это такая скатерка. Дома покажу. Так. И уже все. Можно идти туда, куда я шла первоначально, потому что уже почти одиннадцать. Солнце еще ниже опустилось. Уже почти полностью дома освещены. Это просто прекрасно. Можно и хорошо рассмотреть. я спешу в магазинчик. Пожалуй, вот это самый красивейший дом. Смотрите, какая там наверху изображение потрясающее. Могу бесконечно любоваться, но мне мало времени. Мне уже надо поспешить. Еще одно интересное здание. Наверное всегда трудно рассмотреть. Я когда иду, оно вот так вот против света. Здесь различные горгульи. Наверху дракона на крыше. Такое очень необычное. Так, иду по улице Блаумане. Так что я буду недалеко еще от своего одного тоже любимого магазинчика. Может быть, и туда заскочу. Я как-то никогда не понимала людей, которым нравится жить в центре. Типа, ну что здесь хорошего? Света нету на узких улицах. Загазованность. А сегодня вот ощутила это очарование. Все эти башенки освещенные солнцем невероятно красиво. вон, 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 вон. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Это был мой любимый магазинчик Мне много раз спрашивали его адрес Вот сегодня посмотрела Это улица Мария с 18 А я уже бегу, спешу Я вообще безнадежно опаздываю, конечно Но я хочу все-таки в тот зайти магазин А тут на этой улице покажу вам здание В котором родился Аркадий Райкин В этом доме, вот в этом доме И это у нас улица Авату Именно по ней я сейчас быстренько добегу До нужного мне места А по дороге покажу вам еще несколько зданий интересных Сегодня я определенно нагуляю шишки У меня уже ноги отваливаются В тесных ботинках А тесных, потому что там теплые стельки Чтобы ноги не мерзли Вот такая улица Красивые дома Рядом старенькие Двухэтажные, деревянные Даже не покрашенные Но все равно Мне здесь нравится гулять На этой улице почему-то несколько свадебных салонов И магазинов со свадебными платьями Как-то они все сконцентрировались в одном месте Посмотрите на эту чудесную башенку с флюгером Я даже пропущу зеленый свет Подожду, чтобы показать вам Субтитры сделал DimaTorzok Чего тут только нет Я просто теряюсь В этом изобилии Вот такой упор для книг Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Диана Торзок Диана Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Знаете, скажем так При все изобилии товара Меня не вдохновило Потому что цены Очень дорогие Завышенно дорогие Вот за полцены там типа они еще более или менее соответствуют Ну более или менее Я там нашла чайницу Не захотела ее взять Я там нашла Такую Туже металлическую Я тут находила интересную металлическую чайницу И сейчас к ней Такое как Как мисочка Но она стоила 22 евро Даже половина 11 на мой взгляд это чересчур В общем нет Это меня все не впечатлило Совершенно Это не мой любимый магазин теперь будет Ну все теперь Бегом домой Субтитры сделал DimaTorzok Вернулась в свой район и понимаю, что все-таки центр это совсем не мое. На меня там все давит. И вот эти здания, которые тесно прижались друг к другу, и потоки машин, бесконечные магазины. Я там не слышу ни пения птиц, не вижу деревьев в центре. И нету хруста под ногами снега. Как будто ты живешь в каком-то совсем непонятном мире. А здесь так хорошо. Здесь дома разделены большими такими посадками деревьев, кустов. Здесь много птиц. Здесь спокойно можно вот так вот пройтись по снегу, похрустеть, потому что все еще минус 7 сегодня. И даже воздух чище и дышится легче. Хотя до центра мне ехать тут 15 минут. Поэтому выбираю все-таки вот такие районы. А сейчас спешу домой голодные. Невероятно. Куча дел еще сегодня. И, ну, я хотя бы быстро вам поснимаю. Сейчас покажу вот эти покупочки. Их не так много, но они, на мой взгляд, довольно-таки интересные. И тогда уже, скорее всего, только вечером смогу выложить это видео, потому что некогда будет разбирать, что я там сегодня наснимала. Ну, думаю, что, в принципе, было довольно интересно посмотреть на мои такие путешествия по центру Риги, по магазинчикам. Так, все, руки закоченели, сейчас не отклею их от фотоаппарата. Прилипли, примерзли. Ну, вот я и дома. Можно я не покажусь, потому что нос красный. Волосы выглядят просто, как будто я в снегу валялась долго и упорно. В общем, короче, покажу покупки с сегодняшнего дня. Вот взяла все-таки эту жилетку, потому что она, во-первых, очень теплая. Во-вторых, она такая интересная. И подумала, что на какие-то однотонные, вот если все будет черное, даже джемпирог, там брюки и вот эта жилеточка, это будет смотреться довольно стильно и классно. Может быть, я заменю пуговицы. Они здесь простенькие, на что-нибудь интересное, большое и светлое. А может быть, и не буду менять. По-моему, она и так хороша. И что я еще купила там в этом винтажном, винтажной хумане? Вот платочки, потому что они, мне кажется, возможно, даже натуральный шелк. Ну, так как там все винтажное, значит, это старенькое производство. А раньше особо там все-таки с синтетикой не заморачивались. Все-таки были вещи из натуральных тканей. И я очень надеюсь, что это натуральная ткань, потому что по ощущениям он такой вот тончайший, прекрасный. И поэтому взяла их даже два. Один поменьше размером такой, чисто шейный. А этот такой большой платок. Но они, к сожалению, никаких бирок нету, поэтому ничего я вам сказать не смогу про их происхождение и состав. Но очень надеюсь, что это все-таки что-то из натурального шелка. Вот такие покупочки. И потом, значит, это наволочка на подушку, на маленькую. И, может быть, я, в конечном итоге, и сделаю из нее подушку. А я думала, брала как либо салфетку, либо вот как фон для съемок что-то показывать. Но потом решила, что ну что же я буду показывать. И здесь так все красиво, что никто не будет смотреть на то, что я показываю. Все будут смотреть на салфеточку. Вот такая вот. Подушки у меня есть. Вот у меня тут подушка стоит. Она, вон, тоже ничего интересного. Но, мне кажется, будет красивее, если она будет другая. Ну, или куплю где-нибудь в секунде тоже небольшую подушечку. И вот будет у меня такая вот. И последняя покупка в этой винтажной хумане. Это вот очень забавная такая мини-сумочка. Я думаю, что это настоящая кожа. Потому что, ну, опять-таки, это все старые вещи. И это чисто, в общем-то, кошелек. Кошелек, причем вот здесь все отделения на молнии и прочее. То есть, если тебе нужно только с кошельком куда-то пойти. Максимально облегченный, что называется, вариант. То вот такой вот. Чем-то он мне зацепил, понравился. Ну, полтора евро. Собственно говоря, это совсем не деньги. В наше время, к сожалению, хотелось бы, чтобы было иначе. Но, к сожалению, это так. Ну, и еще пару покупочек. Заходила в один магазинчик. Нашла там самые различные приправы. Без соли, без всяких добавок. То есть, вот абсолютно натуральные, измельченные, высушенные различные овощи. Лук там, паприка, зелень какая-то. Мне кажется, это идеальный вариант. Ну, это такая вот самая универсальная, повседневная. Там было много для чего. Ну, решила, что вот это то, что мне нужно. Так. И в магазинчике. Так, это я еще вчера купила. Не знала, когда и в каком видео вам показать. Но покажу сейчас. Такая заходила в Хопан. И вот так вот, кстати, ее лучше на темном фоне показывать. Потому что очень красивое у нее дно. Такое матовое. И с рисунком. И все такое объемное. Хотя сама, ну, она простенькая. Это, мне кажется, какая-то штамповка такая. Тем не менее, выглядит очень достойно. Ну, такая. И еще купила вот такую под старину. Ну, хотя, может быть, и старинная. В ней уже лежат конфетки. Поэтому тоже будет сложно показать. Но она такая вот с завитушечками. Ну, вообще, по внешнему виду, по форме, мне кажется, что это старинная. Ну, такая старая, скажем, старинная. Это, конечно, предполагает что-то очень древнее. И вот в моем любимом магазинчике на Мария с 18. Теперь я, наконец, запомню его адрес. Вот такой вот сливочник-молочник. Так, что я вам здесь показываю. Вот это, когда я вам рассказывала про фирмы Швеции. Вот это та, которая Рёстранд, как-то так называется. И она самая там популярная, распространенная. И самая старая. С 1782-го или 16-го года она существует. И это чудесная посуда. Она мне всегда нравится. Вот такая тоже, ну, годов, наверное, 50-х. Скорее всего. Где-то так. А может и пораньше. Ну, в общем, такой прелестный, маленький сливочник. Обожаю сливочники. Хотя довольно редко, собственно говоря, чай пью со сливками. Но иногда я это делаю. И тогда особенное удовольствие налить его в какой-то, перелить сливки в какой-то такой вот кувшинчик. Мини-кувшинчик чудесный. И испытать все удовольствие от чаепития. И сейчас я попытаюсь это сделать, потому что я замерзла, устала. А у меня впереди еще очень много дела. У меня всего час времени на отдых. И попробую его использовать максимально продуктивно. На этом я с вами прощаюсь. Всего хорошего. До новых встреч. Надеюсь, что-то будет еще интересное. Но вот если подводить итоги сегодняшнему дню, туда, в этот магазин, куда я ехала первоначально, ходить не стоит. Хотя там очень много всего интересного. И вполне возможно, вы что-то найдете. Я видела там и читающие фигурки, и чайники фигурки. Но они все были в не самом лучшем состоянии. Цены были достаточно высокие. Но как-то мне все это не понравилось. Все-таки я до сих пор за тот магазинчик, который на Таллинас 54. Я думаю, надо нам туда еще с вами съездить. И как следует там поискать какие-то сокровища. Али-бабы. Все. Всего хорошего. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok